Мэры на вылет. Большая статья о четырех скандальных главах городских советов Одессы, Киева, Харькова и Днепра. Благодаря чему они до сих пор остаются на своих местах и с какой дилеммой столкнулся президент Зеленский? Почему компания Филипп Моррис нацелилась именно на украинскую молодежь с помощью устройства Айкос? Новый законопроект о легализации частных военных компаний. Что он может значить для Украины? Об этих и других темах свежего выпуска англоязычного еженедельника смотрите в Киевпост-ревью. В этом выпуске у нас несколько очень интересных тем. Во-первых, у нас статья о мэрах больших городов Украины. Как вы знаете, раньше был такой план со стороны администрации Зеленского провести досрочные местные выборы и показалось, что хотят снять этих очень-очень влиятельных властных мэров с должностей. Это мэры Одессы, Киева, Харькова и Днепра. И мы думали, что они будут сняты из должности, но оказывается, что скорее всего нет. Почему? Ну, во-первых, кажется, что у президента и его администрации нет хороших кандидатов на эти посты. То есть нет популярных кандидатов, которые могут быть мэрами там. И во-вторых, кажется, что администрация президента, ну, как бы договорилась с этими мэрами, и они останутся у власти. Вторая наша тема – частные военные кампании. Скорее всего, в ближайшее время в Украине будут легализованы эти частные военные кампании. Что это означает для Украины? Хорошо ли это или плохо? Какие плюсы или минусы? Это такая очень спорная тема, но фактически, насколько мы понимаем, этот законопроект относится к явлению частных военных кампаний как реальность, с которой надо примириться. Вернемся к теме украинских мэров. Как противостоять укоренившимся местным элитам и заменить их на предстоящих выборах уже этой осенью? И, что известно о скандальной четверке на вылет. Это очень влиятельные политики, которые многие считают негативно влияют на состояние этих городов. И еще на вообще политический фон Украины. Против, как минимум, двух из них ведутся криминальные раскладывания за коррупцию. Пока нет приговоров, но, как минимум, дела есть в процессе. И это спорные люди и такие очень крупные рогатые политики, которые, многие считают, имеют негативное влияние на вообще ситуацию в Украине. Геннадий Труханов, мэр Одессы, находится под следствием по многочисленным уголовным делам и, согласно досье итальянской полиции, был членом мафиозной банды. Мэру Харькова предъявили обвинение в похищении и угрозе пытки активиста. И он находится под следствием по обвинению в краже. Мэров Киева и Днепра обвиняют в том, что они позволяют коррумпированным корыстным интересам получать прибыль от сделок с недвижимостью и муниципальных контрактов. Все подробности читайте в материале Олега Сухова. Материал о том, что местные элиты, коррумпированные элиты в этих крупных городах, они также сильны, как и раньше. И, ну, по сути, не происходит изменений в этой ситуации, потому что, когда Зеленский пришел к власти в прошлом году, были ожидания, что будет смена не только на национальном уровне элиты, но и на местных. Вот. И были планы, действительно подтвержденные планы проведения досрочных местных выборов. И планировалось провести досрочные местные выборы в крупнейших городах, включая Одессу. И, соответственно, была возможность, что, ну, токсичные такие мэры, которые погрязли в коррупционных скандалах, которые, как бы, воплощают с собой вот эти вот коррумпированные местные элиты, включая Труханова, Кернеса, что их можно будет заменить кандидатами от Зеленского. То есть, конечно, ну, не факт, что они оказались там намного лучше, но, по крайней мере, это было бы какое-то изменение. И партией Зеленского, у самого Зеленского был тогда огромный рейтинг, огромный кредит доверия, и была возможность, в принципе, это сделать даже с людьми, с кандидатами, которых никто не знал. То есть, просто привести к власти людей под брендом партии Зеленского и заменить местных вот этих феодалов. Но с тех пор эти планы уже однозначно, ну, уже однозначно эти планы отбросили, уже не планируется проводить досрочные местные выборы. Ну, сейчас ориентируется на срочные местные выборы, которые пройдут осенью этого года. И проблема в том, что, ну, даже на этих срочных выборах, скорее всего, не произойдет никакой смены элит, не произойдет смена вот этих токсичных мэров, потому что по нескольким причинам. Во-первых, у Зеленского нет ни одного сильного кандидата, ни в одном из этих крупных городов. Это подтверждают там все и политические аналитики, и активисты местные. И, так сказать, пока что нет никаких индикаторов того, что Зеленский или его люди, его команда хотят идти на конфронтацию вот с этими местными элитами, да. И есть возможность, что будет какой-то договорняк, будет какая-то сделка, да, там, условно, политическая сделка с местными элитами. Вот. И вот то, что вот, ну, назначили Ермака главой президентской администрации, то есть он, ну, вот, как говорят аналитики, он вообще склонен к таким сделкам, к таким компромиссам, он не будет рубить с плеча. Вполне возможно, что он договорится с мэрами этих крупных городов. В этом номере читайте совместное расследование Киевпост и Лондонского бюро журналистских расследований. Оно касается деятельности одной из крупнейших мировых табачных компаний в Украине. «Филипп Моррис Интернешнл» — это глобальная мультинациональная компания, производитель табачных изделий, сигарет и в том числе то, что они называют системами для нагревания табака — ICOS. Это такой девайс, очень похож на iPod, такой небольшой девайс, из которого ты стоишь, такой небольшой стик, и в этот стик вставляется небольшая, так называемая, сигарета, содержащая табаку, и потом она нагревается до 300 градусов, что в три раза меньше нагревания табака при сжигании его, при курении. То есть, производитель утверждает, что это каким-то образом снижает риск заболевания, хотя научные исследования доказывают обратное. Действительно, этот продукт содержит меньше канцерогенов, он выделяет меньше канцерогенов при горении, но это не значит, по крайней мере по версии независимых исследователей, это не значит, что в длительной перспективе можно говорить о том, что этот продукт снижает риски заболеваний легких и других заболеваний. Любопытно то, что в Украине компания организовывает целые вечеринки из зоны ICOS Friendly в кафе и торговых центрах. В Америке и Великобритании подобное запрещено. Однако в нашей стране закон о запрете курения в публичных местах табачному гиганту удается обойти. Мы выявили то, что Филипп Моррис нанимает, сотрудничает с молодыми блогерами, инфлюенсерами в Инстаграме. И обычно это молодые, очень привлекательные девушки, которые записывают ролики и рекламируют всячески ICOS. Причем внутренние стандарты, маркетинговые стандарты компании Филипп Моррис Интернешнл запрещают привлекать к подобной рекламе инфлюенсеров, которые не достигли возраста в 25 лет. В Украине же мы выявили двух девушек, которые промотировали ICOS, которым не было 25, а было 24 и 23 года. Таких случаев множество, мы выявили только два для этого расследования. Филипп Моррис при этом на наш запрос ответил, что они с этими девушками никак не сотрудничали, хотя видеоролики гласят об обратном. Также мы рассказывали историю о том, как, если, возвращаясь к законодательству, действительно, в Украине реклама сигарет и особенно таких девайсов, как ICOS, она регулируется очень слабо. Вообще законодательство антитабачное в Украине не менялось с 2012 года. То есть изменений никаких не было, только в вопросе налогообложения. Еще одна статья посвящена услуге переноса мобильного номера, которая позволяет пользователям менять операторов мобильной связи и сохранять свой номер телефона. Таким образом, телекоммуникационные компании намеревались избежать мобильного рабства и выровнять игровое поле в отрасли. Это такое очень-очень давное требование мобилных компаний, операторов, но они утверждали, что без этого не может быть настоящая конкуренция, потому что новый игрок не может зайти на рынок. Но дело в том, что у каждого уже есть мобильный номер и никто не хочет потерять этот номер, поэтому, если появится новая компания, будет очень трудно завоевать клиентов, скажем так. И получается, что они все утверждали это, но это не соответствует действительности полностью, потому что уже есть услуга переноса мобильного номера, но мало кто переходит на новую компанию, на новый оператор. Эксклюзивные статьи о бизнесе, политической и культурной жизни в Украине читайте в новых выпусках англоязычного еженедельника и непосредственно на сайте Киевпост.